атака не реализована у соперников ну что 25 минута можно сравнять если сильно захотеть хотя одного желания мало еще реализация реализация моментов одна из наших самых больших проблем вот если сами влад татауров хорошо бросал все но расстрелял от всей души перекладину пять минут до перерыва а а а а а а Максим не свадьба Спокойно играет, я бы сказал, раскованно Таганрог Все свои задачи давно решил И две минуты, очень недоволен Денис Янковский Что-то высказывает арбитру Но вот это зря, судьей не спорят Как мне давно в одном из интервью известный футбольный наш голкипер Эдуард Малый Сказал, что арбитр в поле это как гаишник на дороге С ним спорить бесполезно Дружей комиссар Принимает, так скажем, участие В небольшой дискуссии Но это лишнее Денис Янковский Две минуты отдохнет И счет 10-9 В пользу гостей Каменев Куран Не свадьба Максимов Не свадьба Едва не потеряли Куран Поднял руку арбитру Не надо гостям Бросать Бросили Ну а там Кирилл Михайлов Один из немногих в составе нашей команды Кому Ну лично у меня по итогам сезона К Кириллу абсолютно нет никаких претензий Был небольшой спад под конец регулярного сезона Но он бывает у всех Опять же небольшой Ну вот так вот мы Хотели красиво Получилось как всегда Атака не реализована Большинство естественно Так же И еще где-то Ну 30 секунд Гости будут играть На одного игрока меньше Я так смотрю Их это совсем не смущает Спокойно обороняется Еще более спокойно атакует И передали мяч Небольшая у нас смена состава Александр Солдатов появился на площадке Да в полном составе играют Донские казаки Спасенов Татауров Васильев Кремнев в центре Кольцов солдатов по краям Не дают Прорваться Поднял орбитр руку Надо и нашим бросать Бросай Олег Вот так великолепно Когда у него получается Получается всегда Красиво Счет ничейный Последняя минута Первого тайма 10-10 Тайм-аут берет Василий Филиппов Главный тренер Наших соперников Тайм-аут берет Закончился тайм-аут Ну вот чем-то видимо Или недоволен Или дал просто отдохнуть Своей команде 30 секунд Наставник наших гостей И мячу Донских казаков Алексей Шиндин Еще появился на площадке Опытнейший ветеран Ну и яркий пример Молодому поколению Как в 40 лет Продолжать карьеру Это профессиональное отношение Где вы в первую очередь Забрасывают гости Никита Каменев Практически прям в раздевалку Хотя у нас есть 10 секунд Давай, Олег Бросай, бросай, бросай Ну вот сейчас Будет бросок И сразу перерыв Влад Татауров На штурме Великой Китайской стены Или Измаила Один против Таганрогской бригады Даже сумел пробить Ну что ж, дорогие друзья Перерыв Отдохнем И вернемся К трансляции Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 предпоследнего матча в фоке молодежном в этом сезоне заключительный будет 6 июня волгоградский каустик принимает коллектив донские казаки юфу из таганрога после первого тайма мы проигрываем 10 11 ну если конкретно по игре несколько слов по игра в принципе то неплохая но скажем так без лишних эмоций это если откровенно одна команда все свои задачи решила вторая это наша по сути тоже уже все их решили нам остается только хлопать дверью погромче пока не получается но и так те кто только что присоединился наши трансляции я повторю состава играющих сегодня команд наши гости донские казаки юфу они в белой форме 9 номер павел максимов 11 леонид михаил утенка 12 голкипер николай сорокин 13 денис полтавский 15 максим не свадьба 16 юрий сергеев 19 иван нанов 20 дмитрий чистобаев 23 александр каширин 32 дмитрий ильичев 55 артем отаян 71 алексей шиндин 77 валентин куран 94 денис янковский 98 никита камнев 99 никита никулин голкипер и юрий сергеев исполняющий глав обязанности главного тренера мастер спорта международного класса василий филиппов старший тренер заслуженной россии виталий крохин и массажист елена первых и физиотерапевт команды игорь раповец хозяева площадки гонбалисты каустика красных красной форме номер один владислав мартыненко 6 алексей косыгов 7 никита ларин 10 никита губняев 11 олег спасенов 12 галкипер кирилл михайлов 16 галкипер никита михайлов 17 тамерлан мусаев 20 кирилл кремнев 21 александр солдатов 22 артем веденский 45 станислав токмаков 60 60 9 владислав татауров 73 даниил кольцов 88 максим васильев и 95 василий наконечный главный тренер команды мастер спорта международного класса дмитрий бочарников тренер заслуженный тренер россии сергей топилин и тренер заслуженный мастер спорта алексей костыгов врач команды дмитрий уймарев 3 минута второго тайма пока без забитых мячей такой перехват василия наконечного передачи на макса василия забивает первый гол во втором тайме счет равны 11 11 и равна игра ну как я уже говорил немного да не немного а не хватает сегодня эмоций откровенно не хватает ну что шикарный бросок леонида михайлютенко издали кирилл михайлов в принципе сделал все зависящие зависящие но немного где повезло здесь 11 12 мы проигрываем прямые в атаке татауров косогов васильев татауров снова косогов снова татауров кто бросит не прошла передача на василия наконечного и мяч потерян в атаке уже наши соперники и снова леонид михайлютенко дальний броском в тот же угол тот же угол 11 13 вот так вот макс васильев забил первый гол во втором тайме поспособствовал разыграться нашим гостям они тут же дважды ответили и дважды ответили очень удачно чем ответим мы васильев татауров косогов это мерлан мусаев пробил в опытнейшего вратаря николая сорокина михайлютенко курам каменев уравни холютенко полтавский а теперь другой леонид михайлютенко вот три атаки и трижды он уложил мяч и наши ворота и все три в нижние углы минус 3 для нас ну что синдром второго тайма опять и что же с ним делать этот синдром нас преследует каждой игре на протяжении всего но так макс надо было просто психануть на всех и взять и пробить пробить точно 12 14 минус 2 гости начинают свою атаку курам михайлютенко полтавский курам и опять на ударной позиции не позволили они михайлютенко бросить он сыграл с партнером и тот завершил усилия всей команды это никита каменев 12 15 даниил кольцов меняет и мерлана мусоева на левом краю сдержали косогов татауров васильев поднял орбита руку и снова неудачная попытка на этот раз даниил кольцов дают до него с того же края тамерлан мусоев завершал атаку наши команды теперь даниил кольцов оба неудачно но это я бы сказал большая заслуга галки пера николая сорокина опытнейший галкипер мастер спорта восемьдесят второго года рождения гости в атаке максимов куран михайлютенко своим излюбленным способом четвертый мячик за его отрезок короткий вот этот первом тайме и минус 4 мы проигрываем 12 16 минус 4 проигрываем 4 точных броска леонида михайлютенко всем сдалека в нижний угол даже я запомнил уже как он бросает соперника надо изучать конечно влад татауров передача олега спасена васильев снова татауров и макс не попал какая по счету уже атака ну как я и говорил он уже уже случился тот самый синдром второго тайма он уже произошел девятая минута мы проигрываем минус 4 можем не реализовали достаточное количество своих атак что отражается на табло сейчас михайлютенко не позволил никита кугняю бросить заблокировал бросок денис янковский делал мяч в игру михайлютенко куран и свадьба опять куран и нате получите денис полтавский минус 5 все как всегда надо что то с этим делать сколько раз задавал вопрос ребятам сами не знают почему так происходит почему так именно во втором тайме но кому как не им самим находить ответы на этот вопрос никита ларин отыгрывает один мяч 13 17 10 минут сыграно во втором тайме и счет нерадостный неприятный даже ничего не решающим матч для обеих команд ничего не решающим соперники по ним заметно они просто играют в свое удовольствие и в свое удовольствие забрасывают голы опять и леонид михайлютенко вот раз 7 он где-то бросал во втором тайме и пять раз попал минус 5 13 18 ну что даже хлопнуть дверью не получится и опять неудачный бросок максима васильева но здесь уже это уже болезнь в совместном совокупности с невезением и еще один опытнейший Алексей Шиндин довел счет до 13 19 а это уже минус 6 и тайм аут и 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 Да, ну и судя по лицам, какое-то совсем опустошенное настроение, если таково можно назвать у наших игроков. В растерянстве и Дмитрий Бочарников. Понятно, он знает, что такое победа, что такое медали. Он их этому учит, но, видимо, не до конца вникают наши ребята. К сожалению, не могут поверить в себя. Стас Токмаков на площадке, Кирилл Кремнев, он его сдерживает. Дмитрий Чистобаев. Мяч у нашей команды остается. Спасенов, Татаворов, Спасенов, Токмаков. Засчитает гол? Нет, там свисток был чуть раньше. 13-19 по-прежнему. И гости идут в атаку. Чендин не свадьба, Куран, Михаилютенко. Леонид Михаилютенко. 11-й номер. Это главная причина наших неудач во втором тайме. Не реализовали атаку гостя. Ну, надо нам реализовать свою. Получители. Алексей Косыгов, Влад Татауров. И Олег Спасенов вместо Алексея Косыгова вышли на площадку. Татауров, Токмаков, Спасенов. Вот так вот. Зарядил Влад в дальнюю девятку. Ну, за 13 минут второго тайма один раз и Влад Татауров стреляет. Конечно, я с долей юмора. Ну, я уже не знаю, где мне черкнуть эмоции. Хотя бы немного. 15-я минута второго тайма. Минус пять. Казалось бы, абсолютно равном матче, где особо ничего не надо нашему сопернику. Они играют в удовольствие. Это видно. Расковано. Еще раз это доказывает. Максим, не свадьба. На воротах Никита Михайлов. Младший брат Кирилла Михайлова. 15 минут до финального свистка. И мы проигрываем минус шесть. И теряем мяч на голом месте. Абсолютно один в один сработал. Синдром второго тайма. Срабатывает он и для наших дублирующей команды. Но те молодцы. Последние четыре поединка в сезоне. Против Чеховских Медведей два. И Чеховских Медведей Ору. Очень достойно сражались. Три игры проиграли. Но с незначительным счетом. Больше не повезло. Последний матч, можно сказать, на зубах. Вырвали, победили. Довольно такой... Более-менее мажорный. Но у тебя отправились отдыхать. Орбита руку поднял. Там сколько уже успели передач сделать. Видимо, шесть и сделали. Надо было бросать нашим соперникам. И горчичник получает Денис Янковский. И тут же... Видимо, за разговоры с арбитром. Продолжает выражать эмоции. Но тут и зря. До конца матча удален Денис Янковский. Отправился на трибуну. Ну, конечно, лишнее. Выражать эмоции еще открытым текстом. Судьей не спорят. Не получилось у Стаса Токмакова Красиво Реализоваться. Гости в атаке. Спокойно. Куран. Не свадьба. Максимов. Не свадьба. Михаил Ютенко. Но это сейчас издали... Нет, сыграл с партнером. Отдал мяч Максиму не свадьбе. Он того просто не получился бросать. Минус 6 такой безголевой отрезок. Ну, вот, может быть, болельщики взбодрят наш ребят. Никита Ларин. Пятнадцать-двадцать. Ну, за такое время прошедшее забить. Один гол. Можно в прямом смысле слова назвать. Вымучили. И Алексей Шиндин, хоть и был первый на подборе, но уже возможностей для броска не было. Арбитр давно поднял руку. Пятнадцать-двадцать. Минус пять. И чуть больше двенадцати минут до финального свистка. Татауров наконечный. Токмаков Спасенов. Татауров. Да давайте бросайте поворотом, а? Хотя бы на удачу. Валентин Куран выходит один на один. И эффектнейше переигрывает Никита Михайлова. Просто эффектнейше. Аплодирует ему и партнеры, и зрители. Ну, красиво, конечно. Пятнадцать-двадцать один. Пятнадцать-двадцать один. Татауров. Токмаков. Татауров. В упор бросаю. Вижу галкипер, оборота не вижу. Николай Сорокин. Еще раз опыт против молодости. Побеждает опыт. и гости не спеша идут вперед шиндин каменев куран махалитенко нарушен правила наши команды 10 минут минус 6 не проигрывая давай владик бросай повеселите зрителей так вот бросками попадешь не попадешь ну вот попал чё раньше меньшало тайм-аут берет главный тренер наших соперников василий филиппов ну наверно добавить наверно своим ребятам эмоций хочет они спокойно чересчур играют что в принципе понятно они ведут в счете реализовывают атаки что еще надо украинские соперников василий филиппов а Субтитры делал DimaTorzok Много мячей на площадке. Не разрешил арбитр начать матч. Все нормально. Помехи устранены. Максимов, Куран, Михалютенко, Ильичев. Очередной поход данских казаков за заброшенным мячом. Что у них сегодня получается очень хорошо. Но если в сравнении с нашей командой. Вот лишняя демонстрация этого. Леонид Михалютенко. 22 мяч. Плюс 6 в пользу гостей. Татауров-Токмаков. И детская ошибка. Детская потеря. Продолжается синдром второго тайма у нашей команды. Мы уже даже не бросаем и просто отдаем мяч сопернику. Ну а зачем бросать-то что? Гости в атаке. Тоже не спеша ее разбивают. Шиндин Каменев. Михаилютенко. Шиндин. Куран. Довольно резло. Ну и теперь потеря. Нет, не потеря. Извиняюсь. Мяч у наших гостей остается. Каменев Михаилютенко. Не прошла передача на Максимова. И у нас есть возможность сократить разрыв. Дубняев-Косогов. Там, по-моему, травму Валентин Куран получил. Держится за руку, но, я надеюсь, ничего страшного. Травмы игроков, конечно, помешали. И нашей команде более-менее еще достойнее выступить хотя бы на немного. Данила Иванов, один из основных по-прежнему, находится в лазарете. Вадим Савицкий, Сергей Тахинцев. Ну, так весь сезон. Несколько игроков у нас постоянно находятся на больничном. Еще одна шикарная детская ошибка. Сокращать разрыв в счете мы, наверное, уже не хотим. И уже теряем мяч просто так, на голом месте. Не свадьба Максимову и тот ворота. Павел Максимов, девятый номер. 16-23. Итак, синдром второго тайма сработал, к сожалению. И наши, по-моему, уже встали. Наверное, сегодня обойдемся и без послематчевых интервью. Макс Васильев отыгрывает один гол. Ну, честно скажу, я вот даже не знаю, о чем спросить. Почему команда встала? Ответят, не знаю. Почему так происходит? Мы с этим боремся, мы над этим работаем и не можем сами понять. Честно сказать, уже ответы на поверхности. Я после сезона побеседую на камеру с каждым из них. Пусть каждый выскажет свою версию случившегося провала. Почему так произошло? И почему мы сотворили историю с обратной стороны? Опустили клуб дивизионным ниже. Там свисток был арбитры. 17-23, минус 6. По-моему, впервые Артем Атаян появился на площадке. По крайней мере, во втором тайне впервые у наших гостей. Теперь нарушение правил, потери. И быстро атаки тоже не получается. Отворот. Поворот. Никита Гугняев. Вел мяч. В игру. Васильев Токмаков. Татауров. Опять потеря. Опять детская потеря. На голом месте. Честно сказать, мне хочется заругаться громко. Нематом, конечно. Но у меня даже нет на это эмоций. Вот если честно. Абсолютно никаких. Я вспоминаю просто вот недавно на этой неделе. На прошлой. Точнее, играл дубль. Как четыре матча. И прям вот зажигательная была игра. В одно удовольствие было смотреть. Пусть мы три игры проиграли, а одну всего выиграли. Но я получил истинное удовольствие от игры нашей молодежки. То, что мы видим сегодня и то, что видели в предыдущих матчах 17-24. У меня нет слов. Никита Ларин. Васильев. Татауров. Васильев. Токмаков. Снова Васильев. Татауров. Бросай, Владик. Опять молодость против опыта. Побеждает опыт. И реакция Николая Сорокина. Галкипера. Таганрогской команды. 28-я минута. Полновесно. Провальный второй тайм. Ни в какие ворота. Хотя нет, почему ни в какие. В наши залетало почти все. Вот Артем Атаян. Я думаю, это вчерашний дублер наших соперников. 2002 года рождения. Парень попытал счастья и не попал в ворота. Двадцать девятая минута пошла. Счет минус семь. И это уже... Это уже не отыгрывается. Вот такое столкновение. Ну, судя по улыбкам, безболезненное для Валентины Курана и Влада Татаурова. Хотя две минуты кто получает от 55-й номер Артем Атаян. Ну, что там, пенальти. Да, теперь молодость Артема Веденского против опыта Николая Сорокина. Ну, вы сами все видели. Таймал берет главный тренер соперника. Мы не забиваем даже пенальти. Мы не то, что не забиваем. Мы не попадаем в ворота. Не попадаем. В створ, ворот, в рамку. Что тут еще добавить? И что же еще добавить тут и нечего. Валентин, Куран на ваших экранах. Испечем гости. Полторы минуты до финального свистка. Леш, время поправь. Не свадьба, Куран. Каменев. И Шиндин. Ну, хотел, конечно, эффектно сыграть с партнером. И что, наш? Вот кто забил? Я не увидел, честно сказать. Я знаю, Никита Михайлов. В матчах молодежки раза три вот так поражал ворота. В последних играх тоже забивал. Чеховским медведем 2. Вот сейчас мне за спинами не было видно. Дубняев или Михайлов бросали. Ну, такой. Гол отчаяния напоследок. Все равно атакуют гости. И Максим не свадьба, даже арбитру что-то высказывает. Они ведут, можно сказать, с разгромным счетом. Остаются секунды до конца. И они рвутся все равно вперед. Ну, что ж, подает пример нашей команде. Десять секунд до финального свистка. Дубняев, Токмаков, Вася наконечный. Итак, вы сами все видели. Видели нашу последнюю атаку. Еще раз повторюсь, что же еще добавить тут и нечего. Мы проиграли. Мы проиграли сами, особенно. Мы полностью провалили второй тайм. Как это уже стало печальнейшей традицией. Ну, что ж, дорогие друзья. В фоке молодежной мы встретимся 6 июня. На заключительном матче и текущего сезона. И, к сожалению, в Суперлиге. А на сегодня все. С вами был Константин Родионов. До встречи на гандболе 6 июня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова